Хейушки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки продолжаем с вами обозревать то, что происходит на сайте HelloNabor2.com Diary, дневник. Дневник всё-таки пополняется потихонечку, помаленечку, и сейчас мы с вами видим то, что происходит. То есть добавили целых два новых изображения, разумеется, все те же самые изображения у нас здесь остались, и видео, и аудио... Ой, аудио... И видео, и разумеется, изображения сами по себе, они здесь остались. То есть дома вот эти, которые мы будем видеть, я так понимаю, в будущих версиях, то есть они здесь как бы уже были вот эти вот, да? Какие-то даже мы, может быть, уже видели. То есть вот это вот дом Ворона, это сразу понятно. Вот это вот фигня, на которой стоит как раз-таки один из генераторов, который можно взять. Вот это что за дом, я не помню. Это, видимо, тот самый дом, в котором мы можем взять... Или нет? Фиг знает. То ли гараж с гаражом, дом там, где это получается. Да нет, этого дома мы с вами вроде бы не видели, получается. И этого дома мы с вами не видели, потому что я не помню, чтобы где-то вот такая лестница была интересная. То есть это, я так понимаю, добавит. И вот единственный, получается, дом из этих трех уже добавили. Вот дом Ворона, вот он так выглядит. То есть почему это дом Ворона? Потому что вон чердак, вот точно такое же помещение, здесь крышка вот такая вот небольшая. Ну то есть это реально дом Ворона получается. Ну и вот эти объекты мы уже видели. Вот этот тоже еще до сих пор не добавили, до сих пор мы с вами не видели. То есть какой-то завод. Какой-то завод интересный, да, согласитесь. Будем все-таки с вами развивать вот эту вот всю тему и, разумеется, узнавать. Если, разумеется, как-то какое-то обновление будет, либо еще какие-нибудь секретики можно будет где-нибудь узнать, я вам сообщу. Ну то есть связанное вот с этими вот всеми изображениями. Здесь автобусная остановка, автобусная остановка у нас уже там вроде бы есть. По крайней мере там у нас есть эта табличка у Ворона в этом, там где он пилит, что-то выпиливает в своей конорке, коморке, конуре. В общем, да, вот два новых изображения, которые нам сегодня можно посмотреть. Открываем их в новых вкладках, смотрим, что это такое из себя представляет. Ну то есть первое изображение у нас вот такое вот, довольно-таки интересное, но опять-таки с другой стороны примитивненькое, да. Наблюдаем, что это такое. Здесь несколько строений, здесь нам сразу, видишь, поставили прям такой маленький городочек, получается, сделали. Здесь написано кофе, здесь, видимо, можно будет купить кофе. Не знаю, живой это будет город, не живой, но выглядит опять-таки так же, как будто заброшенный город, который уже давно-давно все покинули. То есть так же, как вот то место, в котором мы находимся с вами в основной игре Hello Neighbor 2 Альфа 1, ну или Альфа 1.5. Разумеется, да, мы здесь можем найти какие-то интересные вещи, но основное это, разумеется, какая-то машина, какое-то белье развешенное. То есть белье нам дает понять то, что это все-таки жилое помещение, то что здесь, скорее всего, есть люди. То есть здесь жизнь кипит ручьем, возможно. По факту пока что ничего не понятно. Есть антенны, и, разумеется, типа вот такой вот обычный городочек. Здесь 67-й, 68-й, думаю, видишь, они вот так вот нумеруются. Это, я так понимаю, ребята, опять-таки то, что нас ждет в будущих версиях, но у меня предположение даже больше есть. То, что выйдет скоро, ребята, Альфа 2. И в Альфе 2, как раз-таки, я думаю, вот это мы сможем с вами лицезреть. Помимо этого добавили вот такое вот изображение. Это еще более интересное изображение, чем предыдущее, потому что здесь мы видим, ребята, то, что нам показывали давным-давно. Возможно, вы уже не помните, но вот эта антенна, она очень сильно похожа на одну из антенн, которые нам показывали до этого на одном из скриншотов. То есть, там была другая, правда, антенна, но я думаю, что это именно та самая антенна, просто немножко переделанная. Скорее всего, здесь где-то живет какой-нибудь сосед, просто на фоне этой антенны гигантской стоял как раз-таки сосед. А вот, собственно, и то самое изображение. Разумеется, они отличаются очень сильно, но я думаю, что это первый концепт-арт, который в итоге превратился в это. То есть, скорее всего, я думаю, что это есть одно и то же самое помещение. Если это не так, то окей, ничего страшного в этом не будет, но очень сильно уж похожи они. Как будто вот здесь вот, как бы, основной концепт был в том, что сосед, видимо, откуда-то берет сигнал, либо, наоборот, его посылает куда-то. Эта вот штука полностью обклеена гигантскими какими-то непонятными антеннами. Не знаю для чего, для того, чтобы принимать сигнал или все-таки отправлять его во все места, куда он захочет. И, разумеется, вон он сам сосед, видимо, уже планирует забраться наверх и начать там что-то делать. Здесь абсолютно то же самое, в принципе, принцип. В принципе, принцип. Здесь огромное количество антенн. Здесь антенна, здесь антенна, здесь антенны. Одна сама вот эта штука. Это и есть антенна. Тоже они, видимо, подают сигнал. Возможно, эта штука как раз-таки принимает сигнал от того, вот этого вот гигантского, этой гигантской антенны, да? Возможно. Но, блин, пока что мы все равно можем только лишь предполагать. Но прикольно выглядят здесь такие маленькие треугольные домики Чисто стоящие из крыши, можно сказать Но выглядит круто Выглядит круто в стиле соседа Будем, разумеется, ждать, когда же нам все-таки это покажут в самой игре Также не стоит забывать, что большая часть локаций уже, в принципе, в игре сделана Просто им осталось дополировать их И, разумеется, накинуть какие-то текстурки Накинуть какие-то еще элементы, связанные с декором Не только декором, но еще, разумеется, функционалом данных зданий И, разумеется, это все будет появляться до поры до времени Мы это все увидим все равно рано или поздно Смотрите, это старое изображение уже много десятков, наверное Уже месяцев этого изображения Ладно, на самом деле, полгода, думаю, этому изображению уже есть Но, в любом случае, мы здесь видим то, чего до сих пор не видели в игре Так же, как и здесь Мы видим вот этот вот самый фургончик Беатрис, на котором она ездила Мы видим то, что он попадет в аварию Видим то, что здесь какие-то здания непонятные И, разумеется, видим, опять-таки, эту же локацию уже в другом месте Здесь, кстати, фургончик еще не имеет своих текстур Это уже старые все скриншоты Это все мы уже с вами наблюдали И, разумеется, имеет сейчас в данный момент их смысл показать Потому что этого до сих пор не было И это, разумеется, рано или поздно мы все увидим Мы увидим вот эти все элементы Вот эти все скриншоты То, что на скриншотах находится Мы увидим уже в самой непосредственно игре И это круто Также хочу поговорить непосредственно про баги Которые у нас встречаются в игре В игре действительно есть некоторые баги, которые до сих пор не справились И действительно еще довольно-таки много Разумеется, возможно, это все не баги Возможно, это просто определенные фичи Которые можно использовать и в свою пользу, разумеется Но я считаю, что, типа, скорее всего, в этой игре должен иметься один вариант Для правильного прохождения этой игры Правильно? Если вы используете какие-нибудь огнетушители для того, чтобы достать лом, к примеру Либо крюк для того, чтобы его выдернуть, это тоже ломик То, разумеется, вы уже используете баги Но, опять-таки Все это прикольный элемент То, что мы можем использовать несколько непосредственных вариантов Которые позволяют нам пройти игру То есть ты сам додумываешься до определенного варианта И проходишь, и все такие Вау, а мы не знали, что так можно Это действительно прикольно Но видишь, как бы разработчик пытается Он со своими как раз-таки обновлениями, которые он нам показывает Показывает то, что вот, все, эти баги мы больше не используем То есть проходить можно только по нашему варианту Который мы вам показывали Потому что, если вы вспомните Мы с вами как раз-таки пытались доставать лом с помощью огнетушителя И, разумеется, сразу же закрыли решеточку Потом мы доставали лом с помощью крюка кошки И, разумеется, стреляем Забираем этот лом Все, никаких проблем нет Они взяли другую решеточку, поставили То есть теперь нужно обязательно включать конвейер Но, опять-таки, если мы проверемся в комнату Именно в данный момент в комнату с спальней Ворона Где он постоянно спит С телефоном, разумеется Там действительно сейчас есть телефон Телефон, кстати, теперь позволяет нам Как раз-таки сделать так, чтобы Ворон пошел в ту комнату А не просто дождаться, пока он будет спать, да Для того, чтобы увидеть, какой пароль будет у этой комнаты Помимо этого, если вы кинете какой-нибудь предмет в эту комнату То Ворон тоже, разумеется, пойдет проверять Что там такое происходит Но, опять-таки, крюком кошкой все еще можно достать Сотлом из этой комнаты, в которой спит Ворон Так что я не знаю, как они все это будут изменять И так далее и тому подобное То есть пока что все равно есть баги на типе того, как застопить Ворона Они сначала убрали баг, связанный с как раз-таки генератором Потому что если вы поставили бы генератор раньше, в предыдущих версиях игры Перед Вороном, там где он постоянно сидит, перед этой комнатой, между как раз-таки дверным проходом То, разумеется, Ворон просто там застревал и больше никому не мешал Больше никому не лез То есть просто он вставал возле этого генератора и стоял Это убрали, разумеется, теперь Ворон может использовать свои руки для того, чтобы убрать этот генератор обратно в коробку И чтобы она ему больше не мешала Но, опять-таки, можно использовать другой баг, позволяющий вам закрыть этого Ворона Как раз-таки в той самой комнате, где была у него спальня То есть берете, кидаете туда предмет и просто заставляете его туда зайти И запираете его на замочек То есть замок позволяет до сих пор закрыть его До этого был баг, связанный с камерами Можно было просто камеру поставить и ворота Вот эти вот железные врата не открывались То есть дверцы вот эти Они просто-напросто все время, как будто их кто-то подпирает Как будто там их стоит Квентин и держит эти ворота Сейчас такого уже, видите, как вы поняли, уже нету Поменяли, исправили и, разумеется, обновили Я думаю, что все эти баги, которые сейчас присутствуют Они постепенно будут уходить, постепенно их будут обновлять, убирать Но будут ли эти баги в полной версии игры? Мне кажется, да Потому что зачастую разработчик у нас делает игру Исправляет дофига багов И, разумеется, после того, как он все исправил Создает новую игру Или там, не знаю, новую главу этой игры И опять те баги, которые были в первой части Они опять все присутствуют в новой части игры Так что я не знаю Будем надеяться, что в движке То есть уже непосредственно в движке будет исправляться Потому что, как я знаю, у Hello Neighbor То есть свой движок Понятное дело, что он на Unreal Engine пишется Но там они сделали отдельный, да Unreal движок Как бы подраздел Unreal движка Специально для Hello Neighbor Так что будем надеяться, что там они будут как-то исправлять эту ситуацию То есть будут делать так, чтобы было меньше багов изначально В их новых проектах В любом случае, будем ждать, ребят, обновлений Пока ничего нового сверхъестественного не выходит Будем надеяться, что в ближайшее время Хотя бы будет известно, когда нам ждать Новую Альфу Потому что хотелось бы все-таки Быть в курсе Могу сто процентов сказать, что В ближайшее время точно будет под Новый Год Будет ли до этого, не знаю Будет ли до этого какие-нибудь еще версии Узнаем только благодаря разработчикам Если они нам об этом расскажут Ну как я думаю Скорее всего Следующую версию ждать под Новый Год И разумеется Как это было в прошлом году Под Новый Год у нас вышло обновление для Secret Neighbor И я думаю в этом году Тоже для Secret Neighbor выйдет обновление И для Hello Neighbor 2 Возможно будет Альфа 2 А возможно будет Альфа 1.6 Кто знает Ну а с вами был Алекс, ребят Это все пока что известно Об игре Все, что пока обновили Будем ждать новостей Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки Пишите в комментариях Не забываем подписаться в публиконтакте Ссылка в описании И в шапке канала Всем добра